Ребята, всем привет! С вами Ранш Кудр, компания Forts Life и для наших партнеров компания Markets. Как обычно, в среду у нас выходит обзор. На прошлой неделе обзора не было, я был немножко в отпуске, чуть-чуть загорел, по месту ездил, по делам еще получилось отдохнуть два дня. Поэтому сегодня проведем обзор. Начинаем сразу по делу. Биток у нас, мы видим, что у нас был хай 31000, пробили хай. И какой есть здесь важный нюанс, ребят, нету реакции на ложный пробой. Обратите внимание, вот ложный и не идет ниже. То есть, если ближайшие дни не пойдет, возможен пробой и движение в зону 35-38000, если все будет нормально. Как-то очень похоже на вот эту ситуацию. Видите, вот когда было здесь, вот очень похоже. Ну, конечно, меньше сходили, но такой импульс, тоже все ожидали, что будет падение. Он пробил и пошел дальше. Да, возможно, оно потом сюда еще раз вернется, когда там сходит, или пойдет еще ниже. Тут никто не знает. Пока что выглядит так, что идем дальше. Но возможен откат в зону 29, возможно, 27500. Это в моменте может быть такое. Я пока настроен так, что мы идем дальше по битку. Мы увидим по итогу, как будет. Потому что никто точно не знает, что будет происходить, в том числе и я. Значит, что дальше у нас. Ада 2, 0,23,7. Был протестирован лоу предыдущий, который был в декабре 2022 года. Протестировали, дали перелол. Все, кто брал, ставил стоп, выносили. И отскок обратно. Ну, сейчас можно где-то рассматривать. Я думаю, какие-то лонги смотреть по Аде. Можно какие-то лонги смотреть, потому что откат такой произошел. Ну, надо еще, чтобы оно постояло, понятное дело. Где-то можно с каких-то зон искать точку входа на лонг. Может быть, там 0,25, 0,26, где-то вот в эти уровни. Ну, пусть еще немного постоит. Смотрится так, что пойдет дальше. BNB. Пока слабее рынка. Пока пробил уровни. Если пойдет ниже 220, может быть, ему, конечно, плохо. Если пойдет ниже 220, может обойти на 200, на 170 и так далее. Поэтому сейчас вот ключевой уровень 220. Вот он, эти по лоям хвосты. Да, пробил линию восходящего тренда такого локального. Здесь долго стоял, как бы не шел. И сейчас вот пока так слабее смотрится. Там у него много разных моментов с Binance. То есть и SEC, и то, и все. И там где-то прекратят деятельность в Нидерландах, если не ошибаюсь. Там что-то тоже было. И много разных нюансов, негативных новостей по Binance. Здесь так красиво стояли. То, что смотрелось, смотрите, стояли как бы на шорт. Вот здесь вот, да, с таким поджатием. Красиво. И плюс еще ниже уровня. Очень красиво. Тут можно было прям шортануть, если что, даже раньше уровня. И потом на импульсе или продаться. То есть выйти, имеется ввиду. Или там посидеть дальше еще по движению. Ну красиво было. Ну уже все. Уже отработала модель. Хотя что там с нефтянкой даже не смотрел еще. Нефтью я не торгую просто. Тоже обратите внимание, нефть, ребят. Постоянно поджимают под уровень. Скорее всего идет дальше. Вниз. Ну выглядит так, что идет. Потому что вот уровень, его постоянно жмут. И обычно такое происходит с импульсом вниз. И там следующие уровни, я думаю, будет в зоне 50, наверное. Ну первых часов 5, конечно. Дальше там зона 50. Нефть может падать и на 20 долларов. То есть это нормально. То есть по нефти такое. Дальше, что у нас с DOT еще есть. Хорошо выкупили. Кстати, смотрите, кто там любит эти все двойное дно и так далее. Вот он. Смотрите, вот уровень. Ретест. Еще раз. Тут вообще можно было идеально прям взять. И хорошее движение наверх. Сейчас стали. Ну понятно, сейчас выросли уже 4.20 на 5.20. То есть доллар выросли. Это там 20 с чем-то процентов. Ну 25 процентов, если так взять. 25 процентов движения. Ну конечно может быть какой-то отскок вниз. И дальше, я думаю, какой-то задерг мы еще увидим. Ну возможно еще какая-то коррекция по этому инструменту. Поэтому пока слонгами тут не спешить. EOS. Что у нас по EOS? Тоже пробил уровень. Ну ему вообще плохо, если честно. Я там сижу уже очень долго, ребята. Еще мы брали там вот здесь и здесь. Короче, не выходили. Вот были на этом импульсе. Хотя надо было это сделать. В следующий раз буду выходить, потому что это мертвая монета. Долгосрок ее торговать нельзя. То есть в моменте можно. Долгосрок это глупость. И значит тоже откатился и ничего не происходит. Сейчас скорее всего может быть еще какое-то движение. Ну сейчас внутри диапазона тут я... Скорее всего, конечно, что может вырасти. Потому что сильно упали. И это маленький откат. Но могут стать и в раньше на какое-то время. Потому что уже была и перекупленность. Сейчас отскочили и поэтому непонятно. Так что здесь по EOS. EOS у нас протестировал вот этот уровень. И сейчас стоит вот здесь. Вот еще 700 протестировал тоже. И как бы уже и вырос. И тут уровень тоже есть. Не знаю. Вот эфир тоже, ребята, 50 на 50. Как бы да, наверх больше локально. Потому что все-таки локально вот... Ну может еще откатиться там, например, на 1750 легко. Это может быть. Что-то по евро. Не думаю не смотрел. евро-доллар. Ага. Вот был уровень 11 почти. И все. И вот сейчас он тоже ходит. Хотя так вроде вышел красиво. Litecoin. Halving у нас в августе. И уже нет обновления high. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. В целом как бы можно и шортить его пробовать где-то отсюда. Если что. Ну хотя и локальный long больше. Ну то есть локально и вверх он так тоже смотрится. Но так как он вырос. Никак не может пойти выше. То думаю, что можно пробовать где-то и шортить его. Хотя пока что есть сила в этом инструменте. Возможно там 81 будет. Но такие вот видите. Тут очень большая волатильность. Внимательно здесь. Но больше нужно брать, когда где-то сильно упадет. Сейчас брать long скорее всего не стоит. Шортить только от high. Где-то вот отсюда. S&P. S&P, ребята, все хорошо. То, что мы тогда говорили. Пробивает 4.170. Вот пробой это. 4.200. Дальше движение. Вот и 4.300 пробили. И сейчас цель у нас роста где-то 4.600. 4.650. Это первая такая цель. Скорее сюда идет. Просто вопрос когда. Solana. Вот зеркалка была красивая. Отработали ее. Еще и даже пробили. Вернулись. Сейчас нужно если что ждать 15 долларов. Оттуда где-то рассматривать какой-то long с целью 20. 20 тоже сильный уровень. Или Solana может стать в range здесь между там 12 и 20. там на какой-то промежуток времени. Можно на полгода. TRX. Было резкое падение. Выкупили. Пока что тоже вышел выше 0.07. Сейчас цель 0.081. Если пойдет. Тоже такой он дерганный очень. Хотя смотрится он очень сильно. Опа. Вот это Lumen. Очень красиво. Я смотрел на шорт, ребят. Даже брал. Не то, что смотрел. Даже брал. Потому что вот тут когда так выросли. Точка тут быстрая была конечно. С нормальным риском. Ну и может еще раз откатиться. Если откатиться, ребят. Сразу говорю. Где-то вот в это. Может даже перехай сделать. Можно пробовать шортить. Потому что выросло очень много. Плюс тут уровень есть. Да, большая свечка обычно. Может еще сходить. Но в моменте локально можно пробовать зашортить. С коротким стопом. И сразу там где-то стейками. То есть долго сидеть не надо в этом инструменте. В шорте. Потому что ну все-таки шорт это шорт. Это быстрая сделка. И сидеть. Когда особенно рынок. Уже сейчас не в принципе даунтренде находится. Сейчас это боковик. И локально уже восходящая больше тенденция. Если так взять. Но шортить я зашортил. И посижу, посмотрю. То есть если это будут. Может часть где-то закрою. Приведу без убыток. У меня точка была 0.10.15. Вот здесь вот. Шорт был. Можно было конечно выше. Но это очень быстро, ребята. Было. И я тут еще не было меня на за торговым терминалом. Хотя тут вот точка можно было где-то вот за эти дни 10.30 вообще бы идеально было. Рипл. Так. Что у нас хриплый пока? Хриплый пока ничего. Но накапливается. Накапливается как обычно. Ребят, но накопление огромное. Просто больше года стоит. И с таким вот же восходящей такой локальной тенденцией. Если вот пробьет сейчас этот уровень 0.52 на недельке. То может. Но закрепление имеется ввиду. Видите, уже был тест. И постоянно тоже тест. И что? И ничего не происходит. Он все равно сильно стоит. Локально в принципе растет. И вот это ключевой 0.52 на 0.55. Два таких. Ну ключевой такой. Зона уровня. Если пройдет, то рипл может улететь. Кто не хочет рисковать, лучше уже взять после пробоя. Да, может быть дороже. Но это уже будет какой-то бензин. Потому что сейчас он может еще заправляться там 2-3, 5 недель. Два месяца. Не знаю. Там 3 месяца. Может быть и больше, кстати. А может и через неделю пойти. Что здесь? Это у нас Тезос. Как обычно. Вот, пожалуйста, уровень экстремума разворота. Нужно нарисовать более четко. Вот так вот. И смотрите. 0.69. РТС. Стояли долго. Всем дали зайти, кто хотел. И сходили на 0.83. Ну тоже нормально. 20% сходили. Даже больше. 30% сходили. 23. Да, 30% движения. Вот он. Сейчас тоже откатился. Может постоит. И дальше есть вероятность еще одного движения. Ну нужно, чтобы постояло. Пока что точки входа здесь нет. Ребятки, вот такие у нас сегодня анализ. Кто хочет открывать счета в компанию Markets. Хороший сервис. Куча инструментов. 577. Есть и фьючерсы, и крипта, и акции. И все подряд. И валютные пары. Поэтому быстрый вывод. Хороший терминал. Быстрые сделки выполнения. Нормальное исполнение ордеров и объемы. Поэтому можете спокойненько заходить и получить бонусы по ссылкам ниже. Поэтому всех обнял. Всем хорошей торговой недели. Не забывайте о рисках. И увидимся в следующей неделе. Всем пока.